На счету Центра подготовки специалистов пограничного контроля, Института пограничной службы, это уже седьмой выпуск специалистов. Подобные курсы появились в 2012 году. Необходимость них возникла в связи со штатными изменениями, ведением в отделениях пограничного контроля должности старших контролеров. Пройдя специальную подготовку, получив необходимые навыки, прапорщики уже в новом звании офицеров будут выполнять свой служебный долг, охранять границы родного государства. За плечами нынешних офицеров, которым присвоены первые офицерские воинские звания, за плечами очень большой жизненный и служебный опыт. Не побоюсь сказать, что ряд из них, многие из них могут становиться в один уровень, на одном уровне, с нашим прославленным грозой-катромодистом Варлам Михайловичем Кублашевили. Если проанализировать результаты оперативно-служебной деятельности многих бывших прапорщиков, а ныне уже младших офицеров, то на счету десятки задержанных нарушителей государственной границы миллионы и уже миллиарды предметов административно-таможенных правонарушений. Такие цифры говорят о многом. Пограничники Беларуси – надежная охрана государства. В рядах военнослужащих случайных людей нет. Для Светланы Сорочинской, как и для многих собравшихся в этот день, получение первых погонов – долгожданное событие. А потому присутствовало волнение. Военное звание для девушки было давней мечтой. Примером всегда являлся старший брат военнослужащей. Мы шли к этому очень долго, стремились к этому. Я очень хочу отметить наш взвод, потому что он являлся одним из самых лучших по сдаче экзаменов. Мы действительно шли к плечу поставленной цели и достигли ее с успехом. Поэтому все знания, которые я получила в Центре подготовки специалистов пограничного контроля, я буду применять в ходе всей своей жизни. Вместе с символичным получать почетное звание оказалось вдвойне ответственно. Словонопутствие молодым специалистам в этот день прозвучали от ветерана органов пограничной службы. Это очень значимое место, особенно для органов пограничной службы, потому что пограничники всегда стояли на страже границы, независимо в какое время. И всегда в дальнейшем будут стоять на рубеже нашей Родины. И тем более Брестская крепость – это очень значимое место, потому что, как мы все знаем, Великолепная война началась именно здесь непосредственно. И первые, кто приняли бой, это были пограничные войска. У младших офицеров за плечами уже довольно внушительный служебный опыт. Однако свои навыки они будут продолжать совершенствовать в дальнейшем. В их деле иначе нельзя.